Первая говорящая Чихуахуа Софи Привет, меня зовут Аня, я хозяйка Чихуахуа Софи, сегодня 6 ноября 2015 года, сегодня у Софи день рождения Сегодня мы решили снимать влог, и я подумала, что целесообразно будет, если этот влог буду вести я, так как я ее хозяйка, и все-таки наша принцесса Сегодня не должна работать, и должна целый день лениться, ничего не делать Поэтому буду вести влог сегодняшний я Сейчас всего лишь 7 метров в Таиланде, я думаю, София Иванс еще спят, и я решила приготовить им торт Я буду делать торт из тех ингредиентов, которые у меня имеются В нашем понимании торт это что-то сладкое, а сладкое собакам категорически нельзя Поэтому торт для собак это лишь название Вообще нежелательно слешивать натуральное питание и сухой корм для собаки То есть, если ваша собака питается сухим кормом, то она питается только сухим кормом Если она питается на натуралке, то она питается натуралкой Да ладно Но раз в год смешать сухого корма на натуральную еду, я думаю, ничего страшного не случится И еще новость одна, сегодня идет дождь, а мы с самого утра вот уже краб-краб, а мы хотели сегодня отправиться на пикник с этим тортом, но я надеюсь, что к тому времени, как Софи Сейвеном проснутся, будет солнышко. Обычно Софи Сейвеном не спят дольше меня, обычно мы встаем все вместе, но сегодня я решила встать пораньше их, соответственно, они еще пока валялись в кровати, я их оставила, я думаю, они уснули. Поехали? Будем делать из того, что есть. Это сухой корм, я уже его заранее размочила, немножко овсянки, кое-какой десерт, сушеная зелень, сырые яйца, можно собаке, если она натуралки, раз в неделю давать сырое яйцо, а также красный тайский рис. Вот в такие формочки, в которых я обычно пеку свои лимонные печенья или пирожки, мы сложим красивый Софишкиный тортик и Эйвену тоже, я приготовила две штучки. Ну что ж, я надеюсь, всем будет видно. Рис уже готовый, вареный, его нужно заранее сварить. Корм можно мешать вилкой, это очень удобно, желательно замешать его до состояния кашицы. Получилась более или менее пустая структура. У меня есть видео, предыдущее, про торт, где вы можете посмотреть, как торт можно слепить, не обязательно для него делать какую-то форму. Для более вкусности я им добавлю чуть-чуть кокосового масла, обоснованно тем, что оно для них действительно вкусное, поэтому это станет для них настоящей вкусняшкой. Больше чайной ложки желательно не давать. Это кокосовое масло, оно стопроцентное, натуральное, холодного отжима, и в нем содержится очень много различных элементов, полезных для собак, для зубов, для десен, для всего. То есть тайцы рекомендуют даже ополаскивать маслом рот людям. Вот так. Сейчас мы пойдем их разбудим, и так как прошел пока что дождь, мы начнем собираться на пикник. Кто уже не спит? Кто потягушки? Кто тут потягушки делает? Кто? Добрый день, моя мальчика! Чем пахнет? Да, чем-то пахнет. Все, пойдем, пойдем, слазь, Софиш, давай. Эй, иди сюда, давай, слазь. Вот так, Софиш, что ты будешь одевать? Что будешь одевать? Я ничего не хочу одевать сегодня. Да напяли что-нибудь, сеструха. Что будешь одевать? Слушай, мам. Что будешь одевать? Я тебя заела, что ли? Все, ясно. Софи? Я хотела сказать, может ты сделаешь мне подарок, но ты поняла вообще. Про Софишкин шкаф мы как-нибудь снимем отдельное видео, я сниму обязательно и расскажу, что тут у нас. У Софи тут много всего в шкафу. Но София отказалась сегодня что-либо одевать. На день рождения она хочет подарок, видимо. Эйвену оденем смокинг. Так как это не поход куда-то далеко, поэтому никаких супер специальных штук мы брать не будем. Я возьму рюкзак, мы возьмем обязательно поилку, возьмем ошейники, тряпочку, чтобы валяться на траве. И может быть зайдем купим Софишки платья на день рождения в честь праздника, ну посмотрим. Вообще я собираюсь со временем начать тоже шить сама какие-то одежды и возможно об этом мы и сделаем. Ты правда что ли сама шить собралась? Я так тебя люблю, мам, так классно. Ты такая милая, это так мило, мам. Сама шить одежду, ой божески ты мой. По-моему дождь прошел и мы отправляемся в честь дня рождения Софи на наш пикник. Кушать тортики. Сейчас мы оденемся. Вот, видимо дождик прошел не зря, а для того, чтобы нам было не так жарко, потому что все-таки в Таиланде жарко. И собакам гулять достаточно жарко, если гулять долго. Чай сегодня праздник, чай сегодня праздник. Тайдет, тайдет, ой, ой, ой. Хоть бы мы уже мама сняла с нас эти поводки побегать, да? Да? Да, мам. Мы решили из Сейвана снять костюм, потому что мы запачкались, костюм нам мал. Да, Ивась. Софи, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо, мам. Вот твой десерт на этот праздник. Спасибо тебе, что ты у меня есть, моя прекрасная собака. О, Ивана, давай есть. О, давай. Ой, все, я не могу больше уже не влазить. Че-то я уже наелся, так вкусно было. Да, точно, я тоже объелась. Софиш, иди сюда. Он тебе в честь дня рождения. Что это? Что это? Спасибо большое моей прекрасной маме за этот прекраснейший пикник, прогулку, вкусные десерты и за все-все-все. Ну что ж, нам пора отправляться на стрижку, на которую я, Софи, записала. Но это тоже сюрприз. Отправляемся домой. Сейчас мы придем домой, сделаем небольшую передышку. Мы с Софи отправимся в грунтный салон, а Эйвон останется дома, потому что на него возложена большая ответственность. Он будет выбирать, проведет первый тур в конкурсе на поздравления Софи. То есть он отсмотрит все поздравления с днем рождения Софи, видео и фото, и выберет те, которые он считает, что они лучшие. А после этого мы уже будем отбирать победителей. Вот так вот. И привет, Софи, еще раз с днем рождения тебя. Ага, спасибо, извини, я иду в салон. Слушай, я тут хотел тебе предложить, знаешь, что? Может, это, как-нибудь встретимся, ну, там, как положено, у нормальных, я просто стесняюсь, у меня впервые как бы... Ну что, давай, давай. Знаешь, как бы, ну я подумала, ладно. А тебе что, французские бульдоги не по вкусу? Я грубых не очень люблю. Я что, дерзкий, по-твоему, слишком? Ну ладно, сходим, я тебе позвоню, пока. Давай, а. Тем временем мы с Софи отправились в салон, в который мы записались по совету друзей. Посмотрим, что там такое. Мы шли по адресу и пришли в итоге в тот патч-шоп, в котором мы уже были. Но мы ни разу здесь не стриглись, а просто видели его. Ну, и заходили туда в сам магазин. Вот сейчас мы пришли и пойдем спросим, что там по нашей записи на грунтинге. Софиш, she don't bite. Софишка. Мам, все, иди, уже иди. Мам, все, иди, уже иди. Мам, пока, увидимся. Оказалось, это то самое место уже, в котором мы были. Но мы сюда приходили в прошлый раз просто в магазин, чтобы показать наличие такого магазина в Хуахине. А оказывается, у них есть груминг, но, к сожалению, они забирают собаку. То есть, мы не можем снять видео о том, как ее будут стричь. Они забирают ее и вернут ее через два часа. Снимать у них тоже нельзя. Ну, в принципе, я смотрела, там просто как бы такой стол внутри, в помещении, все чисто, все хорошо. Но я им доверяю, я вообще тайцам доверяю. И, соответственно, я знаю Софи, что она послушная девочка и что она будет вести себя хорошо. Оказывается, знакомые, которые нам про это сказали, они здесь уже несколько лет стригут свою собаку. А у нас уже подошел срок капать капли на холку, поэтому я сейчас в собачьем госпитале, который прямо вот недалеко от нашего салона, куплю капли. Вот, Pet Hospital написано. Как всегда, нужно снимать обувь. Пока Софи стригут, поедим фруктики. Арбузи. Thank you. Сейчас будем есть. Арбуз желтый. Это Таиланд. Можно просто взять, сесть на улицу, где хочешь, и есть арбуз. В Таиланде ко всем фруктам дают вот такие палочки, чтобы их кушать не руками. Пока Софи стригут, я отправилась в Central Pet Shop. Мы еще в своих видео его не показывали, потому что он все время был закрыт, как только мы к нему приезжали. Поэтому сегодня, наконец-то, я его покажу. Это, в принципе, магазин в центре города для животных. Он небольшой. Возможно, мы с арбишки там купим какой-нибудь сюрприз. Вот он, Central Pet Shop. Очередная коляска для собак. Вот такой вот домик для собак. Другие домики я тут выбирала между платьями. Вот это в духе Софи. Но мне понравилось больше другое. Вот это такое мы хотели Эйвену купить, но нету размера. Вообще, в Центральном Pet Shop много одежды. Большой выбор. Вот, например, вот такие пуховички. Можно будет, когда в Россию поедем, такое что-нибудь прикупить прикольное. Вообще классное. Это китайская такая одежда. Игрушки разные, много-много. Такие ошельники. Палатки всякие разные. Здесь всякие корма, вкусняшки, лекарства, витамины и все такое. Для ухода за шерстью всякие приборы. За ногтями. Сумки, домики, миски. Такой охлаждающий коврик для Софи. Розовый. И домики для Софи. Здесь, кстати, продается много всякой мелочевки для собак. Типа обуви, носочков, портфельчиков. Пробник рулетки. Бижутерия для собак. Что ты лаешь? Что ты лаешь? Что ты лаешь? Где наша Софиша? Вот она. Привет. Можете меня относить уже. Красавица моя. Софиш. Да. Что такое? Что? Тебе банданку надели, да? Привет. Да. Домой хочешь? Софишке банданку подарили. Да, мам, пошли. Да. Мы еще купили пеленки писать для дома. Самые простые тайские пеленки, очень качественные. Софиша нарядная, красивая. Папельон мой. Что это там, мам? Папельон пришли домой. Что это там, мам? Мам. Что у нас там такое? Ну вот я и хочу узнать. Что это? Мам, ну может я могу уже посмотреть? Возьми меня на ручки, ей, мам. Это что это? Подарок от Эйвана, видимо. Это же мой подарок. А это что такое? Понятно. Иди сюда. Ух ты, правда, а что это? Открывай скорее, мам. Что это, мам? Такая листочка. Странная. Это не просто косточка вообще-то. А что? Это такая палочка имитатор дерева. Она как деревянная палочка, и в ней есть дерево, но есть еще и другой материал. Эм, мам, объясни. Эйвен имеет в виду, что она совершенно не токсична, экологична, в отличие от дешевых резиновых игрушек. Да, это я и имел в виду. А еще она прочная и безопаснее, чем настоящие деревяшки. И даже в воде плавать может. Ох, в воде. Ну ладно, клевый подарок. Спасибо, Эйвен. Главное, экологически чистый. С днем рождения. Спасибо. Так, а это платьица от тебя, мам. Я знаю. Ну давай, давай пофоткаемся. Предлагаю результаты конкурса на поздравления объявить в этом платье. Фотосессию сделаем, мам? Ну, давай сделаем. Одевайся тогда. Сейчас устроим тебе фотосессию. Пошли, Сафир. Пойдем. Пойдем. Ай, какая красота. София уже знает, куда ей надо, да? Ну что ж. Кто уже знает, у нас был конкурс на поздравления меня с днем рождения. Победитель попадает в мое день рожденческое видео. Для начала, дорогие друзья, я скажу вам честно, очень много было поздравлений. Очень, очень, очень много. И видео, и фотографии. Я очень вам благодарна. Спасибо большое всем, кто постарался. Всем, кто меня поздравил. Спасибо большое за все приятные слова. И за все эти приятные видео. За все ваши картины, фотографии, арты. За ваши видеоролики. За видеоролики из фотографий. Мне было очень, очень приятно. И это было так мило получить. Столько поздравлений. Спасибо вам всем. Поэтому выбирать было очень, очень, очень сложно. Но выбирать пришлось. Итак, я решила этот конкурс разделить все-таки победителей на фото и видео. В фото конкурсе я выбирала не по качеству фотографий, а потому старался ли участник в жизни. Или он просто сделал фотку и в компьютере наложил надпись. Поэтому фото части конкурса с ДРС Афи победили. Первое место. Маша и Моника. Очень прикольная фотография получилась. И рисунок мне очень понравился. Видно, что вы старались. Да еще и видео сделали. Спасибо. Ура, ура, ура. Второе место. Аня и ее чихуахуа. То же самое. Видно, что Аня старалась. Она даже распечатала мои фотографии и наклеила их. А сколько мини сердечек она нарисовала. Спасибо большое, Аня. Третье место. Олег Вышенский. Спасибо большое, Олег, за поздравления за свои старания. Сам сфотографировался с рисунком, который тоже нарисовал сам. Спасибо большое. А теперь видеочасть конкурса. Для начала я хотела бы показать видео моих любимых администраторов группы и фан-клуба, которые тоже принимали участие в конкурсе. Итак, Елизавета Басова, админ официальной группы. Знакомьтесь, это Розалия. И мы с ней хотим пожелать тебе всего самого-самого наилучшего. Саша Зимаева, админ официальной группы. Я от себя и от моей хозяюшки хочу поздравить тебя с будущим днем рождения. И еще один админ официальной группы Диляра Гамбарова. Ну, я тебя хочу поздравить с твоим днем рождения и пожелать тебе всего самого-самого наилучшего. А также админ фан-клуба Ника Лазарева. Да, я тебя с днем рождения. Давай же посмотрим, какие фотки с тобой сделала Анна. Спасибо всем тем админам, кто поучаствовал в моем конкурсе. А тем, кто не участвовал, все равно спасибо за то, что вы есть и вы помогаете мне с группами. И победитель в видеочасти конкурса с ДРС Софии... Первое место Елизавета Басова. Да, 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 ура! И это не потому, что Лиза админ, а потому, что видно, что она старалась. Несколько раз снимала свое видео, монтировала его, подготавливала тексты и действительно хотела победить. Это София с ее днем рождения. Знакомьтесь, это Розалия. И мы с ней хотим пожелать тебе всего самого-самого наилучшего. А то есть крепкого здоровья, оставаться такой же жизнелюбивой, жизнерадостной, классной и позитивной. Чтобы на твоем канале, в группе, было много-много подписчиков. Чтобы все-все твои пожелания сбывались. Желаю хорошо провести день рождения. Пока! Всем здрасте! Знакомьтесь. Заново. Ну, боже. Чтобы все-все твои пожелания сбывались. И... Да, ни с чем себе не отказывайся. Заново. Всем пока! Второе место. Анастасия Митальникова и Лиза. Ура! Спасибо, девчонки. Было очень приятно увидеть ваше видео. Очень интересное. Доброе, позитивное поздравление. Спасибо. Привет, Софий. Как у тебя дела? Меня зовут Лиза. Хочу тебя поздравить с днем рождения. Счастья, здоровья и побольше вкусняшек. Пока-пока! И третье место, в том числе по выбору Эймана. Третье место Марта Галас. Спасибо большое тебе. Было очень приятно получить твое поздравление. Софий, витаю тебя с днюхой. Бажаю тебе счастья, здоровья и всего на кращую, чтобы ты была очень крута, чтобы в твоем канале было очень много видео. Ты супер, Софий. Витаю тебе с днем народжения. Гайсонечко, ясно тебя привітай. Плешки за веконцем пісні заспевают. Гайсонечко, рожена, всі хмаринки. Цей день подарует чудові хвилинки. Витаю тебе, Софии. Смотри, Софиш, вопросы тебе идут. Смотри, кто тебя там поконит? Устала сегодня, Софи, после дня рождения. Уже устала. Ну че, будем отвечать на вопросы? На вопросы будем отвечать. Сейчас начнется чат. Это был день рождения у Софи. О-о-о. 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 За это был день рождения. О-о-о. 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 Продолжение следует...